Здравствуйте! Россия на втором месте по числу мигрантов после США. По данным ООН, у нас 11 миллионов приезжих. А вот о том, какая ситуация в Чуваше, мы поговорим сегодня по существу с начальником УФМС в республике Виталием Черничкиным. Виталий Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте, Оля! Какова Ваша оценка миграционной ситуации в республике? Вот с этого вопроса хочу начать. На мой взгляд, миграционная ситуация в республике достаточно стабильная. Стабильность этой миграционной ситуации характеризуется незначительным количеством мигрантов в регионе, значительной работой соответствующих структур по пресечению и профилактике правонарушений, связанных с соблюдением миграционного законодательства, а также с организацией соответствующего контроля. Виталий Васильевич, а сколько у нас мигрантов, по Вашим данным? Вас интересуют цифры конкретно в регионе? В Чувашии, да, сколько мигрантов и сравнений с Нижегородской областью? Ну, если говорить о сравнении с соседними регионами, то, знаете ли, вот этот показатель будет немножко однобоко освещен, если называть только голые цифры. Ну, начну с них. В регионе на данный момент ни много ни мало, а 11 203 иностранных гражданина. И лица безгражданства. Ну, для сравнения надо сказать, что в соседнем регионе республики Татастан этот показатель составляет 71 490 иностранных граждан, а в Нижегородской области это количество составляет 155 тысяч иностранных граждан. Ну, словом, мигранты устремляются в крупные города, где очень серьезные финансовые потоки. Хотелось бы немножко продолжить эту тему и сказать о том, что уместен показатель в данном случае в процентном соотношении от местного населения. Так вот, в Нижегородской области этот показатель составляет 4,7% от местного населения. В республике Татарстан этот показатель составляет 1,85%, а в Чувашской республике этот показатель составляет 0,85% от количества местного населения. То есть разница даже вот в данном случае в пересчете на проценты составляет разница в разы по сравнению с соседними регионами. Ну, вот, а для кого мы привлекательны? Из каких стран самый массовый приток мигрантов в Чувашию? Ну, во-первых, конечно, 90% всех въезжающих в Чувашскую республику это граждане СНГ. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Украины, Белоруссии. Ну, в основном, в основном цель въезда данной категории на страны и граждан это трудовая деятельность. Ну, и кроме этого приезжают к нам гости и из дальнего зарубежья, есть у нас представители Германии, Италии, Соединенных Штатов Америки, Израиля. А кроме того, у нас в регионе имеют место 692 студента из стран как дальнего, так и ближнего зарубежья. Он у нас обучается в Чувашском государстве, в университете 406 студентов, в ЧГПУ 296 иностранных студентов, представители Туркмении, Израиля, Марокко и других стран. Как правило, едут мигранты, которых относят к низкоквалифицированной рабочей силе, так ведь? В общем-то, тренд, который характерен для России, он сохраняется и здесь, в республике. Вот интересно, а где заняты высококвалифицированные кадры и где заняты в каких отраслях низкоквалифицированные кадры? В Чувашской республике осуществляют свою трудовую деятельность 9 высококвалифицированных специалистов. Разрешение на работу данной категории трудовых мигрантов осуществляет Центральный аппарат ФМС России. Замечу, что это директора и инженеры соответствующих производств. Условием, в соответствии с законодательством осуществления трудовой деятельности этих лиц, является достаточно высокая заработная плата. Она должна составлять по закону не менее 2 миллионов рублей в год. То есть это порядка 167 тысяч в месяц. Где у нас имеются такие специалисты? Это ООО «Керамика» 3 человека. Давайте мы отрасли назовем. Какие отрасли это? Это строительство, это сельское хозяйство. Давайте по отраслям. Мы говорим о том, что данные специалисты, как высококвалифицированные специалисты, задействованы в управленческих функциях, функциях организации производства. Что касается низкоквалифицированных рабочих трудовых мигрантов, которые преобладают в списке прибывших мигрантов в наш регион, в массовом порядке данные мигранты привлекаются на работу в концерн тракторные заводы. Порядка 77 семей сейчас иностранные граждане осуществляют трудовую деятельность. Кроме того, порядка 150 вакансий еще имеется, не занятых в производстве. Чебоксарский агрегатный завод, Шемерлинская челочно-носочная фабрика, полуострой комплект. Это крупные предприятия? Крупные предприятия привлекают? Как правило, крупные предприятия. А фермеры привлекают иностранную рабочую силу? Фермеры привлекают, но, конечно, не в таких количествах речь идет об эпизодическом привлечении данной категории. Понятно. Вот к легальным мигрантам-то со стороны государства вопросов наверняка нет. Они платят налоги, которые пополняют бюджет и так далее, а есть иностранцы, которые незаконно пересекают границы страны и региона. Вот есть ли данные о том, сколько таких нелегалов на территории Чувашии? Если говорить о нелегалах, то, как вы правильно подметили, наверное, в первую очередь речь идет о незаконном пересечении границы. За данное деяние предусмотрена статья Уголовного кодекса 322.1. Она успешно применяется, как у нас в регионе, так и за пределами нашего региона. Но надо заметить, что достаточно тонкая грань между легальным и нелегальным мигрантом. Вы понимаете, сегодня иностранный гражданин легально пребывает в течение отведенных ему 90 суток на территории Российской Федерации. А на 91-е сутки, не выполнив свою обязанность по своевременному выезду за пределы Российской Федерации, он становится нелегальным мигрантом. Сегодня иностранный гражданин – это легальный мигрант, законно находящийся на территории России. А завтра он осуществляет незаконную трудовую деятельность и вставит себя в нелегальное положение. Потому что сроки вышли. Нарушая положение законодательства об обязательных действиях, об обязательной регистрации своей трудовой деятельности. Сегодня иностранный гражданин взял и утратил документы, которые говорят о законности его пребывания на территории России и не заявил соответствующим образом об этом федеральную миграционную службу, также становится нелегальным мигрантом. Поэтому достаточно тонкая грань, и эта грань из ряд легально пребывающих мигрантов переводит в нелегально пребывающих мигрантов. А сколько у нас нелегально пребывающих мигрантов? Я хотел бы сказать о том, что за 10 месяцев 2013 года управления Федеральной иммиграционной службы составлено 828 протоколов за нарушение въезда и режима пребывания. Как раз речь идет о легальности пребывания на территории Российской Федерации. Выявлено 347 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, порядка в полтора раза возросло количество выявленных нелегальных мигрантов. Ну а если говорить об общем количестве нелегальных мигрантов, находящихся на территории региона, то можно, полагаю, определить эту цифру в 5-7% от общего количества закона, находящихся здесь иностранных граждан. Полагаю, что, возможно, эта цифра порядка 600 человек. Возможно. Если бы мы располагали конкретной информацией о их количестве, стало быть, мы бы располагали информацией и о месте их пребывания, и, стало быть, цифра бы это, конечно, бы неуклонно сокращалась. Мы говорили с начальником УФМС в республике. Что ж, всего вам доброго. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин